Участок новой дороги по проспекту Мира, открытие которого так ждут жители Южного микрорайона, по сей день закрыт для проезда транспорта. Объект в эксплуатацию не принят, так как у Росстройконтроля имеется ряд замечаний. Устранить их подрядчик пообещал до конца этого месяца, однако это не все. Как выяснилось, еще на стадии проектирования была допущена грубая ошибка. Разработчик не предусмотрел установку канализационных труб, необходимых для отведения воды из Петрухинского ручья. Проектом предусмотрено убирать воду только из полотна, есть колодцы, есть трубы, все уходит, все принимает, все работает. Но количество воды, которая поступает на дорогу, оно совершенно другое. И сейчас сделаны уже предварительные расчеты. Проектная организация предварительная сейчас, когда нам даст информацию о том, какие могут быть проектные решения, будем смотреть вместе с муниципалитетом, что нужно сделать. Сюда все заводим и, в принципе, мы уровень крутого входа можем физически понизить, для того, чтобы не от этой проблемы. Сейчас будем заниматься, скажем так, проектированием и проведением работ по устройству дренажной системы. Иначе, в принципе, все, что сделано с этой дорогой под распектом, будет бессмысленно. Видимо, ввода этой дороги в этом году не состоятся. Следующие объекты, находящиеся на контроле председателя правительства региона, социальные дома по улице Таежной на 85 и 59 квартир для переселения граждан из аварийного жилфонда. Заказчик – Главное управление капитального строительства Архангельской области. Здесь работает порядка ста человек, но и для того, чтобы жители получили ключи этой квартиры уже в этом году, этого сейчас недостаточно. Открытый фронт работы по отделке и другим специальным работам, которым сейчас можно будет заниматься, о чем подряд на организации указано, о том, что необходимо нарастить количество людей, работающих. Те люди сюда переедут, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. И вот этап у нас с вводом этих домов будет завершен. Критическое замечание о нехватке рабочих рук Дмитрий Рожин высказал и на другом объекте. Это детская больница, строящаяся по программе модернизации первичного звена национального проекта здравоохранения. Сейчас там работает лишь порядка 50 человек вместо 130. Проблема сходилась сейчас одновременно, должно быть, человек 40-50. Это минимум. Количество людей, работающих на объекте, переведено на ежедневный контроль. Я буду каждый день получать смс-ку из Котласа, сколько людей будет работать. И если я вижу, что динамика будет либо маленькая, либо ее совсем не будет, значит, еще раз приеду скоро в Котлас. После посещения объектов Дмитрий Рожин провел совещание с главой Котласа Светланой Дайнека, на котором обсудил темпы строительства в городском округе Котлас, возможные варианты содействия со стороны правительства Архангельской области.